Дорогие друзья, здравствуйте! Мы сегодня в гостях у каббалиста-ученого-исследователя доктора Михаила Лайтона. Здравствуйте, доктор. Добрый день. Новое исследование. Сапиосексуальность — новый тренд современной молодежи. В цене ум. Исследование, которое проводилось среди мужчин и женщин, показало, что почти 8% молодых людей считают интеллект самой сексуальной привлекательной особенностью. Большая часть поставила интеллект на второе место, но перед добротой и выше чувство юмора, что раньше было иначе. А 8% вообще просто сказали, что это самая сексуальная особенность. То есть уже возбуждают не сексуальные отношения, а интеллект. А интеллектуальные отношения. Вот это новая тенденция какая-то, как вы на это смотрите? Для меня интеллектуальные игры являются очень важной частью в моей жизни. Я практически этим все время занимаюсь. Правда, на другом уровне, чем они. Самое главное — игра в интеллекте. Внутри, в осознании, в развитии, в понимании, в собирании из маленьких частей глобальной картины, взаимодействии всех частей природы, людей с природой между собой, всех неживой растительной животной и человеческой части, вместе с их историей, внутренними задатками, психологическими картами. Это все очень интересно, потому что практически выше этого уже находится кабыла, которая берет все эти данные, может обработать их и привести к общему анализу. И показать, почему это так происходит. В принципе, в чем заключается интегральность нашей природы? Каким образом она управляется из общего источника? Идет по одному какому-то закону и так далее. И человек, когда это исследует, он видит перед собой как море, волны которого несут ему новые и новые знания. Вот такое ощущение, которое наполняет тебя просто необычайным. Самым великим наслаждением, на самом деле. А в общем эгоизме, включая и высший мир, то познание, оно является самым высшим наслаждением, потому что именно оно связывает между собой самые противоположные точки, свойства природы. Я думаю, что будет, конечно, новый этап в отношениях между людьми, и даже в гендерных отношениях будут новости в этом. Потому что люди будут больше ценить все-таки партнера, с которым они не просто смогут как-то физически общаться, так сказать, пообнялись и разбежались, для которых будет интеллектуальное соитие, вот именно интеллектуальное соединение друг с другом, как говорит Каббала. Каббала говорит об этом, о мужской и женской части, отдающей, получающей, независимо от пола, как именно приводящей к самому высшему наслаждению. Это духовный оргазм. То есть можно ли сказать, что с точки зрения Каббалы одно из главных черт, качеств, которые должно быть, это развитый интеллект? Развитие высшего интеллекта. Когда человек сможет охватывать всю природу как одно единое целое и наслаждаться гармонией в связи всех ее частей. Значит, красиво. Спасибо большое. Продолжение следует... Продолжение следует...